Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатеющий Ди, и добро пожаловать в новое агрессивное видео. И сегодня я покажу тебе несколько крутых инсайдов от американских банковских служащих. Также мы поговорим о самом главном с 2011 года событии в США, которое может иметь большие последствия для традиционных рынков. Тайм-коды, как обычно, в описании, а твой лайк, как обычно, поставлен, не так ли? Давай поставь прямо сейчас. Спасибо большое за поддержку. Итак, я хочу подчеркнуть одну из самых важных вещей на традиционных рынках, которой мы не видели уже 12 лет. И это самое изумительное совпадение, которое заключается в том, что в прошлый раз это случилось 5 августа 2011 года. И агентство Fitch как будто бы ждали этой даты в 2023 году, чтобы повторить все снова. Кредитный рейтинг США упал с 3А до 2А с плюсом. Это чрезвычайно важно, потому что в последний раз кредитный рейтинг США понижался 5 августа 2011. Спустя 3 дня после того, как 2 августа 2011 они приняли решение о повышении потолка долга. Затем после этого США запретили короткие продажи на рынке всем финансовым институтам, точно так, как это было в 2008. И уже после этого произошел коллапс на рынке. В 2023 году случилось уже два ключевых события из трех. Мы видели повышение потолка долга, точнее полное его упразднение. Теперь мы видим понижение кредитного рейтинга. Но пока еще мы не видели запрета шортить рынки. И Джей Пи Морган прогнозирует, что в США запретят шортить рынки в ближайшее время. Вот это падение. На графике в 2011 году после всех трех событий. Повышение потолка долга. Понижение кредитного рейтинга страны. Запрет шортить рынок. Рынок, конечно же, оправился после этого падения. Но мы должны помнить об этом. Потому что эта осень может стать повторением. И шансы будут очень высоки, если США и на этот раз запретят короткие продажи. Джефф Секинджер, человек, которого я очень уважаю в криптовалютном пространстве, написал. Это ралли. На фондовом рынке, который мы наблюдали последние месяцы, это результат ФОМа перед большой просадкой. И это очень похоже на правду. Ведь рынок вырос на 30% с октября 2022 года без ощутимых коррекций. А никогда не бывает роста без коррекции. Цитата. Любой, кто изучает экономические данные глубже заголовков, скажет, что назревает большая коррекция. И, возможно, она наступит уже в октябре, как я когда-то говорил. Джефф пишет, что в таком случае наличные деньги станут королем, станут сокровищем на этой грядущей коррекции. И это правда, ведь именно за них мы и будем откупать это возможное падение. Именно поэтому с тех пор, как биткоин преодолел эту 200-недельную среднюю скользящую, вот здесь я перестал его покупать. Ведь лучшее время для покупки биткоина и было то время, когда он находился под этой линией. И с тех пор я только накапливаю USDT на случай больших коррекций, после которых неизбежно последует отскок вверх. Который сделает уже акции и криптовалюты сокровищами. Это и есть моя стратегия на краткой и среднесрочной дистанции. Но я не гарантирую, что эта коррекция в ближайшие месяцы произойдет. Но мы должны быть к ней готовы. Слишком много исторических совпадений говорят нам об этом. Но с другой стороны, я не могу не заметить, что происходит в Соединенных Штатах. В марте вступил в силу стандарт ISO-222 для обмена финансовыми сообщениями. И он уже принимается глобально. Затем в июле этого года вступил в силу платежный стандарт ФРС FedNow, призванный помочь оцифровать платежи в режиме реального времени в США. И наконец этот судебный процесс закончился тем, что XRP был определен как неценная бумага. На мой взгляд, это закладывает основу для идеального шторма для XRP в позитивном смысле этого слова. И если XRP будет расти, он потащит весь рынок альткоинов за собой. Особенно XDC и Stellar XLM. Ripple заявил, что американские банки готовы использовать XRP. Президент Ripple Labs, не путать с генеральным директором, Моника Лонг выступила на CNBC, заявив, что Ripple возобновляет сотрудничество с большей частью американского банковского рынка. Это является одной из самых бычьих новостей для XRP за последние три года. Этот цифровой актив XRP обладает таким уровнем регулятивной ясности и потенциального принятия в США, которым не обладает ни одна другая криптовалюта, кроме разве что биткоина. Ведь его комиссия SEC даже не рассматривает как возможную ценную бумагу. Ripple XRP максимально близок к тому, чтобы стать первой официально регулируемой криптовалютой в США. Послушай это. Итак, прошло уже несколько недель с момента вынесения судьями решения по нашему делу, в котором четко указано, что XRP не является ценной бумагой. Мы очень рады этому, потому что появилась большая ясность в том, как Ripple будет работать дальше. Теперь мы снова работаем со многими компаниями, мы снова работаем на американском рынке, но на самом деле большая часть нашего роста в течение многих лет происходила за пределами США. Например, в Великобритании, в Европе, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах. Это те страны, в которых существуют четкие рамки и правила, и поэтому именно там мы видим значительный рост нашего бизнеса в области платежей. Моника, Ripple выделил Великобританию в качестве одной из крупных стран-центров физтеха в своем отчете. Является ли эта страна той, в которой вы хотите увеличить свои инвестиции, особенно в связи с тем, что Великобритания желает стать криптовалютным центром с особым регулированием, предназначенным для криптокомпаний? Конечно. Наши крупные офисы, конечно, тоже присутствуют в США, но за прошедшие годы наше присутствие в Лондоне тоже значительно выросло. Наш офис увеличился более чем в два раза. У нас довольно большой охват клиентской базы в Европе и других странах. Мы имеем довольно обширную клиентскую базу в Европе и на Ближнем Востоке. Дубай – еще один ключевой офис для нас. А также Сингапур. Таким образом, мы значительно растем в Европе, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Латинской Америке. Латинская Америка – это регион, который, несомненно, становится все более привлекательным для нас. У нас там есть ключевой офис в Сан-Паулу. Разве это не вызывает волнения в тебе? Рынок США еще не развит для Ripple, и сейчас он будет раскрываться для принятия XRP. XRP уже доминирует в Великобритании, в Европе. На Ближнем Востоке он доминирует в Латинской Америке, в Азии и Юго-Восточной Азии. Теперь настала очередь Соединенных Штатов Америки. И я хочу сказать каждому, мы терпеливо ждали, когда все те нарративы, которые мы обсуждали в течение многих лет, наконец воплотятся в жизнь. Мы говорили о цифровых платежах, ЦВЦБ и других вещах в течение 5,5 лет на этом канале. И сейчас мы видим, как все это реализуется. Страны БРИКС говорят, что на следующем саммите будет объявлено расширение блока, в то время как БРИКС собирается ввести цифровую валюту, обеспеченную золотом. В то же время США строят фундамент для цифрового доллара. В то же время в России подписан закон о цифровом рубле. Они отвлекают нас от происходящих событий шокирующими заявлениями про НЛО и инопланетян. Они отвлекают нас политическими разногласиями. Они отвлекают нас угрозой ядерной войны. Но вестись на эти отвлечения означает остаться на дне. Ведь самые главные вещи, которые могут изменить твою жизнь кардинально, это то, что происходит с финансовой системой. Это правильное распоряжение своим ресурсам прямо сейчас, чтобы получить максимальную прибыль в будущем, после того, как все изменится. Поэтому никогда не позволяй им отвлекать тебя от этой цели. Вот что действительно важно. И политические элиты всех стран не хотят, чтобы ты об этом знал. Но моя миссия на этом канале заключается в обратном. Здесь я информирую тебя о том, что важно. Во время очередного саммита стран БРИКС будет объявлено о вступлении в организацию новых стран и государств, что повлечет за собой серьезные изменения в нынешнем глобальном порядке. И как по мне, эти изменения ускорят принятие криптовалют, биткоина, рипл-экс-арпи и других. Страны, которые хотят вступить в БРИКС, включают в себя Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Бангладеш, Венесуэлу, Аргентину, Индонезию, Эфиопию, Бахрейн, Мексику, Нигерию, Алжир, Египет и Иран. Что это значит? Это значит, что мы вступаем в глобальный, кульминационный момент, когда западные и восточные державы столкнутся друг с другом. Но на этот раз война будет совершенно другой. Мы находимся на пороге крупнейшей финансовой революции в истории человечества. Мы находимся на пороге гонки сразу нескольких альтернативных финансовых систем. Феднау, золотая криптовалюта БРИКС, платежная система Твиттер Икс, система АйДи, Волт Коин и, наконец-таки, параллельная экономика Биткоина, Эфириума, Рипл Экс Арпи и других. И наше с тобой преимущество, что мы находимся в одной из этих альтернативных систем с самого начала. Мы были в ней еще тогда, когда никто об этом не знал. И я могу гарантировать на 95%. А 5% оставлю на случай, если я ошибаюсь. А я могу. Криптовалюта захватит мир. Экс Арпи захватит мир. Биткоин захватит мир. И поэтому сейчас тебе нужно услышать инсайдера. Женщина из американского банка Wells Fargo по имени Шеннон Торп. Думаю, она искренне пытается дать нам понять, что происходит что-то важное. Но дело в том, что она не может публично распространяться о всем, потому что она рискует не только потерять карьеру, но и чем-то, скорее всего, гораздо более важным. И я думаю, что некоторые ее слова вызовут мурашки на твоей коже. Послушай это. Я работала в банковской сфере с 2006 года. В то время, когда я узнала про Экс Арпи, я работала в сфере кассовых операций. И я всегда считала, что наличные деньги однажды уйдут в прошлое. Их больше не будет. Это же записывается, да? А то мне нужно быть осторожнее с тем, что я говорю публично. Я просто скажу, что есть страны, которые уже уходят от наличных денег. Также есть страны, в которых, например, любому новому клиенту уже не будут предлагать товары или услуги, которые требуют оплаты чеком или наличными. Это касается каждого нового клиента. И да, я имею в виду, что это происходит. Но когда ты пытаешься выйти в мир и рассказать об этом, люди говорят, ну и где твои доказательства, где они? А я говорю, что я сотрудник банка, и мне запрещено предоставлять такую информацию публично. Я просто не знаю, что я еще могу сделать, чтобы разбудить людей, что грядут серьезные глобальные финансовые изменения. И самое замечательное в этом пространстве то, что я попадаю в точку. Когда я пришла работать в банковскую систему, это были лишь слухи. Сегодня это уже происходит. Я просто не знаю, как это выразить или объяснить, не ставя под удар свою карьеру. Я работаю в Wells Fargo, и я не могу говорить о том, что касается конкретно Wells Fargo. Поэтому я и не буду. Но я могу сказать, что эти изменения будут глобальными. И мы уже это знаем. Мне еще нужно поговорить с корпорациями о них. Что касается Ripple, я думаю, они станут той структурой, которая, можно сказать, возьмет на себя управление глобальными платежами. Я просто вижу это. Это мое личное мнение. Я не работаю на Ripple. Меня не поддерживает Ripple. Да, я имею в виду, что в финансовой системе существует огромная проблема в глобальном масштабе, честно говоря. Ни один банк никогда не может общаться друг с другом напрямую. Bank of America не может общаться с Wells Fargo. Вот почему у нас есть Swift и все остальные посредники. И мне кажется, что именно в этом и заключается главный сюрприз. Ripple может объединить всех в одну сеть. Я так это вижу. А меня зовут Богатейший Ди. И как всегда, я рад каждому, кто посмотрел это видео и поставил лайк. Для меня это много значит. Ну а мы с тобой увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok